привет покажу как готовить суп дегреенты это вот такие покупные ножки ножки они чистенькие беленькие перед тем как ложится в пакет морозилку покупаешь приносишь домой обдаешь кипятком и это самое промакиваешь убираешь влагу чтобы были они чистенькие сухие и ложишь пакет чтобы нам сэкономить время не размораживать не мыть как женщины а мы по походному по-мужски ложим эти ножки в кастрюльку берем водички водички заливаем до верха ножек но еще будет кипеть готовится ножки у нас осядут осядут заливаем пока что заливаем почему вы скажете не в горячую воду а в холодную холодную мы наливаем воду ножки быстрее начнут от мерзлоты отходить и вода начнет закипать все медленно будет передаваться мясной ткани и будет сочная ножка а если мы в кипяток ложим мясо сразу то происходит кристаллизация жидкости которые замороженном виде находятся в ножках и дольше она дает это самая изморозь свою и ножки требуется больше времени на закипание а так уже процесс пошел ножки уже постепенно оттаивает это можно посмотреть кто хочет убедиться что я не вру достать с морозилки замороженную ягоду две чашки положить облить одну крутым кипятком ягоду а вторую холодной водой обливаем крутым кипятком ягоду то кристаллизации получается комок льда а в прохладной такой питьевой воде в холодной воде то растают быстрее ягода но теперь оставим на огонь на конфорку включаем но среднюю у нас электроплита самое большое 3 я ставлю на два с половиной она как раз нормально греет красно и сама кастрюлька по отношению с керамикой которая нагревает соответствует можно не накрывать крышку если накрыть крышку то происходит быстрее закипание воды а если не накрывать то вы при закипании избежите пенка что вылится ябалет печь то есть сразу экономите время потом не чистить не протирать торопиться мы не торопимся все и ждем периодически подходя помешивая и дальше по вкусу будем ложить ингредиенты это приправа соль чтобы соленой водички как говорится готовилась мясо и набирала в себя соль тогда непресное мясо будет вкус совсем другой имейте ввиду то некоторые изготовят солят для пробы но это уже совсем другой вкус все ждем закипания перед этим не тратить время берем суп гороховый будет суп гороховый это такая мерочка уже чтобы не переборщить нам с крупой также вот мерочка потому что готовим небольшие порции чаши и кастрюльки маленькие и как раз для одного трех человек вот это вот разваривается горох он в меру не лишняя а то жижки мало потом а здесь вот такая чашечка с горохом она как раз на эту кастрюльку так маленько сборкой досыпаем это проверено рис также ложат ложат начинают варить мешает а потом хотят пол кастрюльки приготовить а мешает рис разваривается приподнимается его все больше больше получается большая кастрюля мы не хочем а как сколько бы не сыпали угадать не можем а это с набора чашечек такая вот выведена закономерность что что рис что гречка что любую крупу макарошки даже набираешь маленькие раз и нормально в норму сейчас еще досыплю досыплю вот так вот досыплю покажу как дальше делается вот так как покупная у нас вот это вот все вещь горох покупной это чтоб не сыпалась а то курки разлетаются рвутся берется стандарта сколько надо набрали и дальше вам я покажу берется чашечка чашечка вот такая вот глубокая с большими как говорится бортами свою мерку что будем варить мы высыпаем увидите аж путь пошла берем водички берем водички заливаем это все чтоб выше хотя бы на сантиметр на сантиметр воды и потом начинаем делать видите вот уже что лишнее это легкая спула масса убрали и начинаем круговыми движениями вот это вот крупу как говорится горох горох со начинаем мотать то есть вода у нас идет с крупой по кругу и вот смотрите то есть вода темнеет она вот это вот друг об друга шевелится сам горох и моется не надо без вмешательства ни ложки ни рук то есть чисто природное вот это вот отношение сейчас я пойду солью вот это вот вот смотрите получается темно и сверху шоу уж и это все чем сольется если слышно видите крупа в крупу аж и звенит какая желтенькая беленькая чистенькая берем еще на раз оно еще постоит в воде и не мешает быстрее будет готовится быстрее разварится вот и опять круговыми движениями делаем делаем и оно получается опять моется сама по себе еще если заметили там черненькие точки это уголек может быть или камушек при транспортировке папа берете ложку берете ложку ну это мы вот сюда вот берете ложку вот видите это самое тяжелая села сразу мы сейчас вымоем ее наверх вот с этой стороны чтоб не было ничего именно вот эти вот . вот они не видите вот увидели будет вообще чистенько а так когда жутко и смоешь и ну не видно ничего а так смотришь крутишь она моется чистится и лишняя под этим круговым движением как вымывается на верь выбрасывает его вот две штучки видите нашли остальное ну водичка тоже видите потемнела надо это самое и будет сменить вот круговое движение круговые движения и она шлифуется обмывается все это пыльцо вымывает так еще вот нашло можно выбрасывать не выбрасывать это сам зеленый горошек маленький но ладно можно ложкой проверить еще с 1 1 находится нет все отлично отлично вот пускай постоит маленько до закипания он наберет маленько влагу чтобы мягче было хорошо разваливаться перед этим посмотрим что у нас окорочка разъехались не разъехались вот видите какие красивые сверху жирок это то есть начинает скоро кипения происходить даже маленько шипит ну где-то так ложку это мы выбросил не нужная а эту чашечка она чистенькая как раз ложить сюда на стол чтобы потом помешивать она была чистая также еще туда пускай стоит напухает сейчас закипит и пойдет следующее ну комфорта у нас типа греет у нас здесь ремонтная работает что-то видя фазы кидают неравномерно идет ну вот не будем грубить на тройку ставить пойдет так ждем все ждем чтобы время не терять пока там закипает у нас мы приготовим картошечку суп вот берешь ножичек тоненький и режешь тоненько не так вот видите как промокарка получается картошка в нас берем видите как ничего не бойтесь и быстро чистится хорошо тоненько это кто служил то знает что так как не чистят чистят в армии вот так вот берут в городе тоже берут вот так вот чистят но это куда годится вот взял она тоненько где что какие эти самые вырезаешь поглубже берешь глазки раз все день очистилась такие промежутки ну потом помоется но ничего идеально в зале не чистили картошечка ну еще возьмем такую ананаску вот это вот берешь и смело чистишь ее тоненько тоненько не каждая женщина еще так чистить а мы привыкли по походному быстро аккуратно хорошо видите что держу картошку не первый раз в руках с изъянами видите углубление но все равно тоненько получается все равно тоненько получается вот так вот надо чистить картошечку экономично особенно если она покупная так надо вот эти вот глазки берешь не сильно глубоко уже знаешь на какое оно расстояние раз чистенько картошка раз глазки в армии то одни на глазках сидят чищеную картошку выколупывают глазки что готовят ага 10 человек чистят а 2-5 человека глазки сама она муторная но чистится видите раз вот аккуратненько на себя на уши вот все сейчас вымоется обмоется вот отдвигаем как говорится моем ее ножик промываем потому что шкурка грязная была не боимся берем ее протираем водой так что от рук грязь не было все я так вот ну может картошечка и постоять водички маленько чтобы отдала крахмал отдала крахмал мы будем готовить суп нежирный без поджарки без ничего все градиенты мы как говорится сразу варим и получается постное потому что жирное кушать нельзя надо вес сбрасывать в норме организм держать чтоб работал витамины от нее вот так же берем время есть мы лучок был он большой лук но так как мы любим но все равно делю ее на части потому что слишком большой лук вот в это время мы можем и почистить чтобы готово было у нас лук берем вот так вот разрезаем его вот так вот разрезаем его поперек но это потом дочистить можно это ничего страшного и вот так вот мелко нарезаем то есть не крупно вот так вот ну а поменьше он тогда будет хорошо распределён по кастрилке сейчас готовится будет видно что присутствует у нас так вот нарезаем хотя это обычно обычно когда он ценный то полностью сразу режется а здесь здесь он большой шкурки они толстые и между придавливаешь между собой они разъезжаются не очень то легко и удержать а так быстренько раз раз остальное когда в руках не катается то видите как хорошо здесь можно разрезать раз два это корочка тоже все у нас дегреенты а такой раз за собой все хорошо ну где зажарку делают поджаривают все потом заправляют ну а здесь как говорится постный но сытный калорийный получается суп прошло у нас сколько 15 где-то минут к тому же закипели ножки закипели ножки пойдем посмотрим проверять надо они пришлали нет все нормально видите присутствует пень пенка пенку некоторые берут вот так вот и на это где бурлит ее ложат пенку она при закипании тогда раз и оседает но мы вот так вот берем пенку в один угол собираем ее собираем по краям медленно раз вот так вот и цедим ее ложечку 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 берем чашечку и эту пеньку чашечку вот шкурка попала шкурку и вот так вот получается у нас посмотрите какой чистый наваристый бульон он такой жирный что вот я что говорил вот если подержать накипающей струей то пенка сворачивается и падает как бы на дно можем убрать ну и там останется ничего вкусного на любителя вот берем теперь у нас как я и рассказывал ставим это в чашку из-под картошки вот видите стало меньше воды то есть влагу горох себя взял значит видите уже он потемнел не так чистый ну свою грязь отдал теперь берем медленно вот так вот ее сливаем видите уже чистота гороха пошла сам крахмал гороха не грязь а крахмал гороха вот берем ложечку и аккуратно не плюхая чтобы нам это само не обжечься а вот вот так вот скидываем горох вот так вот ниже чтобы он падал не с высока а у воды горох и шашечки вот чтобы вместе будет готовиться мясо доходить до готовности и так как у нас варка гороха очень долгая тоже а мы попробуем чтобы он маленько развалился и вместе с мясом то есть ускорим время готовки и обязательно когда вы сыпали горох его надо распределить по донышку и помешивать прощупывать не прилипли горох к донышку нет у нас не прилипли видите как хорошо а то обычно ложишь и раз есть горошины они на донышко температура греет и прилипают и потом он не готовится а дубеет горох вот все пускай минут пять покипит еще мы проверим состояние его а пока что у нас освободилась чашечка мы ее берем и идем продолжаем время не терять а чистить картошку нарезаю чистят ее эту картошку разными способами ну я вот не привык сильно крупно вот это вот крошит все так чтобы суп был ну как говорится что для рифтишек это вот нарезаю вот видите разрез потом отступаю ну сколько здесь сантиметра нет еще до самой зады прорезаю опять прорезаю вот так вот ее надрезы делаю чтоб она не развалилась а там держалась потом беру еще раз поперек прохожу надрезы надрезы делаю видите раз еще посередине делаю надрез аккуратно вы должны ощущать нажатие ножика потому что они маленькие это и можете по пальцам вот получается вот видите какой квадратики вот берем раз пальцем придерживаем раз и на большей части получаются кубички такие очень приятно хорошо это самое сочетаются потом супе видите раз это я медленно вам показываю а то сейчас раз 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 и вы не увидели как что вот так вот получается видите ну и по толщине вот как говорил вот кубички такие взял приятно когда или такой оковалок картошки вот такой вот лежит чистят ага достал его надо ложкой чтобы это самое не у каждого ротик там до ушей как у буратины хап 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 а тут взял и ребятишкам приятно если вкушает есть в семье и самим вот у кого зубиков тоже нету ничего приятнее картошку надавить как то это чем например берут вот такими вот шинкуют вот даже вот так вот картошку по сравнению по сравнению с такой то видите приятнее вот чем такие картошки еще больше нарезают вообще не понимаю все быстрее быстрее куда мы торопимся куда мы торопимся жалеть надо желудок зубы все надо жалеть а вот это вот могу еще показать вот таким способом берешь вот так вот картошку шинкуешь большую можно было как я но она быстро уйдет а здесь нарезаешь такими вот квадратиками ну как и овалами и тут же прорезаешь прорезаешь ее так же как основную и начинаешь вот так вот прошел видишь утолщение если больше можешь маленько на половину картошки сместить и раз и она маленькая здесь остается тоже маленькая вот и совокупность это самое вообще отлично а эту раз видите вот раз мелко 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 вот берешь это достаешь видите раз два три там четыре вот на природе тоже ну что-то надо такого или как говорится большими кусками маленькими видите разнообразие должно быть вот например вот суп ильича гороховый вот так видите усилие как вы соблюдаете сильно не это давить но окончание картошки должны чувствовать раз на изгиб раз вот так вот так пробуем мешаем ничего не прилипшее все варится все нормально теперь выбрасываем картошечку которую мы шинковали картошечка картошечка сейчас мы распределяем это распределяем вот и мы еще открываем тут приправка ложечку приправки наложим ложечку приправки сверху вот уже в конце будем пробовать и здесь она ну соленоватая приправа общая вот потушится потушится поготовится попробуем на соль и соли еще подсолим потому что картошка забирает соль в себя имеющая сюда ложим три вот утапливаем по разные стороны лаврового листа тут же будет вариться картошка чтоб нам не упустить в момент приготовления соль соль это самое лука лук сюда сбрасываем вот перемешиваем и будет готовиться у нас гороховый слух видите как красиво и пока все ждем закипания ждем закипания и так наша горошница кипит но сейчас я мясо уберу чтобы одну ножку семье ложим где кушать будем пробу сейчас снимать и освободим чтоб остывала что у нас ножки какие наваристые так лавровый лист сейчас не цепило сразу ощущается что проварилась у нас картошка и горох так идем пробовать идем пробовать это дровой готов вот так выглядит ложка у нас теперь жару пылу попробуем не как каша но попробуем горох мягкий горох мягкий мягкий вот видите берешь и какая прелесть картошечка горох картошечка не целиком а ковалок в рот не лезет а здесь культурненько хорошо сытненько сейчас раз он мягенький во рту не оковалка кусочком все раз надавил ммм все даже без зубов можно есть раз нёбом языком придавил все расползается все хорошо ей не кусками будет а ту большую раздавил они такими кусочками в желудок и желудок стачивается работает а здесь приятно сытно и хорошо все просто обалдеть ммм ммм попробуйте сварите пальчики оближите ммм мм мм